Вот эти вот у нас С1 и так далее С1, они на самом деле подбегают значение 1 и так далее, это 2 по количеству перемен. То есть это такое краткое обозначение частной производки. То есть здесь описана произвольная система дифференциальных правильных частных производок, верного порядка. Критерий инвариантности ли, он выглядит таким образом. Значит, X, F, V, ну, на манаграмбразе, то есть снова, значит, решение, которое не равно любви. Значит, оператор X, оператор L, это у нас A, C, K, D, K, плюс Z, F, H, S, D, O, F, S. То есть у нас появились вот эти вот локальные преобразования уже зависимых, переменных, ну это значит самих функций, их производных до МЛ-порядка включительно. Ну и вычисляются они по локальным преобразованиям функций самих. Вот формула, которая дает нам возможность это сделать. Продолжение следует... Вот, значит при этом, конечно же, то есть индуктивно можно вычислять там последующий порядок, если вы знаете предыдущий порядок, но при этом, конечно же, вот это вот с нулем, вот такая вот пункция, это, конечно же, локальное преобразование наших зависимых перемен. Ну а вот эти вот XL, это локальные преобразования независимых перемен. По этой форме можно вычислить вот эти все дальнейшие локальные преобразования. Так, значит, в таком виде мы написали критерий и вариантности, но его можно записать в другом виде, значит, с помощью, ну так называемого оператора Y, или оператора Ли Белкунда, и я, значит, напомню, как это получается снова. Вот, если посмотреть на вот эту вот формулу, вот эту формулу, то видно, что тут, как бы, вот эта вот производная, вот, присмотреться, если, да, так, не обращая внимания на порядок, по которому индексы расставлены, вот, то видно, что вот очень похоже на то, если бы мы как бы брали вот эту вот производную от некоторой комбинации. Вот здесь вот производная, потом она же здесь вот появляется, да, вот как будто мы дифференцируем какое-то такое произведение. Ну вот, значит, в этом заключается основная идея. Вот, то есть, если мы запишем для первой производной вот это вот локальное преобразование, вот, то есть, вот, самое первое, вот это, это что такое? Это будет у нас, ДК, это альфа, минус, дальше, У, альфа, Л, то есть, С, правильно, нулю, да, а дальше, ДК, алекси, Л. Вот, значит, такая величина. Ну, и видно, что мы можем, как бы, здесь вот, вот эту идею осуществить. То есть, видите, как, можно сказать, что это как будто бы у нас берется производная ДК от вот такой комбинации, это альфа, минус, У, альфа, Л, С, Л, да, вот как будто бы это она, вот эта вот комбинация дифференцируется. Ну, правда, конечно же, я тут вот должен, чтобы это получилось, добавить еще вот такую производную. У, значит, альфа, Л, К, С, Л. Вот, вот у меня появляется, значит, новая функция, я обозначу W, альфа, вот это будет у меня X, альфа, и, ну, Альфа, Л, С, Л. То есть, я, как бы, получается, беру вот эту вот полную производную от функции W, вот, ну, еще что-то добавляем, вот. То есть, вот это равенство я теперь переписываю так. Значит, D, К, от другого говоря, альфа, равно, вот это я вот это уже писал, Z, альфа, К, минус, А, У, альфа, Л, К, С, Л. Вот, вот. Ну, вот так записать. Ну, продифференцируем его еще раз. Вот, продифференцируем еще раз. То есть, скажем, ПОПМ еще возьмем. Вот, сделаем. Что получится у нас? Так, значит, D, ну, было ПОПМ, а мы теперь еще и ПОПМ продифференцируем. W, А. Что у нас получится? Ну, вот это производная, значит, новая ПОПМ у меня применяется. вот это будем создавать. Z, альфа, К, минус, П, альфа, П, К, К, С, Л, вот. Применяю ее. А это что такое? Ну, по правилу действия это произносит, это что такое? D, N, от Z, альфа, К, минус, U, альфа, 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 д, трамб, альфа, С, Т, и минус, ну, это что я думаю, это, что предупринцами, У, альфа, 3, К, трамб С, Т, Так, значит, смотрим на два вот эти первые слагаемые и видим, что вот это что такое, то есть это у нас следующий оксид. Вот, то есть мы можем записать вот эти первые два слагаемые. Ну, а теперь видно, что у нас вот этот вот индекс двойной КМ, он вот здесь появился и вот здесь появился, да? Вот, то есть можно записать тогда такую формулу, что если мы произвольный индекс возьмем, мы будем продолжать эту индукцию. То получим вот такую формулу. ds полное производство равно что такое? Ну вот, то есть теперь в нашем определении зета альфа ds минус u альфа ls c l. Ну вот, то есть теперь в нашем операторе x у нас там присутствует вот эта вот величина, то есть был он записан через величину вот этого z альфа s. А мы его перепишем через полную производную от w альфа. Вот, да? Вот, то есть вот так, таким тождествам что-либо используемся. Ну, это как бы такое операторное тождество у нас, да? Вот, значит, воспользуемся им. Вот у нас был оператор x. Еще раз, это было, что такое? c k dk минус u а плюс z альфа s а d u альфа s. Вот, что это был такой оператор x. Значит, теперь я вместо вот этого вставляю выражение, которое получается. тк тк плюс здесь минус U альфа с д с д с, д с альфа, там вот тк и сюда плюс н альфа з с и с, так ну теперь естественно группируем слагаемые ну каким образом вот этого кси КТ здесь есть и здесь же оно есть, мы его вносим за скобки, кси КТ умножить, а в скобках остается у нас Д КТ, а здесь у нас остается у АКТ, раз, и значит вот это садаемо, плюс Д С ду мальфа, Д у мальфа С, так, написали, смотрим на вот это вот выражение на этот оператор, а это не что иное как оператор полнопроизводный, оператор полнопроизводный, то есть это у нас, значит, вот это вот оператор, который называется Д К, А, да, то есть вот это он и есть, оператор с этим полнопроизводным, ну то есть мы имеем, да, вот этот оператор, вот этот оператор, мы называем оператором И, да, то есть мы имеем снова такой операторное тождество, оно вообще как бы всегда выполняется, просто по определению входящих ему величин, выглядит вот так вот, х равно СКДК плюс у, это просто операторное тождество. Если мы теперь это операторное тождество применяем к нашему многообразию, то есть к нашей системе уравнения, то мы имеем, значит, х на ФПТ будет равно СКДКДФП плюс УФП. Ну, если мы говорим о критерии инвариантности, да, то мы должны дописать, что это на многообразии находимся, здесь вот мы дописываем тоже, что мы дописываем на многообразии и говорим, что это должно быть равно ВЛИ, если это критерий инвариантности, да. Вот, ну и смотрим. Вот это вот первое слагаемое, это что такое? Это, по сути, линейная комбинация, ну, секаторы-множители, линейная комбинация дифференциальных следствий наших уравнений. Правильно? То есть мы от уравнений, как от целых, берем полное производное. Но если уравнение выполняется, а мы считаем, что оно выполняется, мы на многообразии, то есть на множественном решении, ну, так мы получим тождественную ноль, конечно, да. Вот, то есть вот это вот, на самом деле, пропадает. И отсюда появляется у нас вот этот вот критерий инвариантности через оператор Y, который, ну, выглядит формально точно так же, как и раньше, да. Ну, вместо икса Y записывать, да. Но, разумеется, под Y мы понимаем вот такую вот штуку. Еще раз я напишу это. Y – это D S W α D U α S, где у нас вот эта вот величина W α, вот эта вот величина W α, это что такое? Это это α минус, ну, α L S L. Ну, вот. Ну, вот, начинал. Катерий инвариант, старый инвариант, инвариант. Достаточно, как бы, такая красивая форма, вот особенно хорошо она работает в случае линейных дифференциальных уравнений. Ну, почему? Вот, если присматривать, в линейных дифференциальных уравнениях там же у нас вот эти вот величины, производные, да, они входят линейным образом. Так? У нас в операторе Y есть, вот тут вот видно, частные производные только по функции, ну, производным там, да, всех порядков. То есть по переменным дифференцирования в операторе Y нет. Значит, и тогда формально мы что делаем, если это у нас линейное уравнение? Мы просто берем, когда пишем критерий, считаем критерий инвариантности, просто берем в уравнении в линейном, вот эти вот производные все заменяем на вот такие вот производные, и сразу получается критерий инвариантности. То есть критерий инвариантов для линейных уравнений детально описывается, да, то есть в явном. Вот. Так, ну вот, это как бы такая общая часть. Пример, который нам понадобится в дальнейшем, ну, то есть мы на него будем ссылаться, вот это симметрия уравнений Ньютона, да, то есть вот такой заголовочек, симметрия. Давайте найдем симметрия уравнений Ньютона. Ну, правда, когда я это говорю, уравнение, я подразумеваю, конечно, уравнение Ньютона для свободного движения. Это движение по инерции. Вот. А это, как известно, такие уравнения, которые всем, конечно, хорошо известны. МА, значит, равно нулю. Вот. А что это такое? Это равномерное прямолинейное движение, то есть и сразу нам все решения известны этой системы уравнений. Это что? Ну, в пространстве и времени это все возможные прямые, да. Ну, то есть это прямые в пространстве, в которых точка движется с какой-то своей скоростью, ну, по-то скорости может быть любой, вот, линейно по времени, да. Все такие вот возможные решения. Так вот, зададимся вопросом, какая симметрия у этого многообразия, да. Вот. И, значит, ну, воспользуемся вот этим критерием в форме Y, найдем эту симметрию, да, решим такую задачу. По-моему, мы ее не решали, когда рассматривали симметрию финансальных уравнений. То есть у нас там было, скорее, только уравнение типопроводности в качестве примера, который я подробно рассматривал. Ну, а потом, значит, какие-то, что-то, даже не знаю, по-моему, я больше там ничего не рассматривал. Ну, давайте найдем, значит, вот эту вот систему, симметрию вот этой вот системы уравнений. То есть это, в принципе, это система обыкновенных дифференциальных уравнений, но ничего, наша методика, она работает в этом случае. Мы, ну, масса M, она здесь не играет никакой роли, да, то есть это некоторые параметры, на которые можно сократить. Вот, то есть мы, значит, не будем там предполагать каких-то хитрых случаев, вот, когда что-то изменяется. Вот, и переобозначим, разумеется, вот эти вот, вместо R мы введем тройку функций, но это x, y, z, по сути, которые зависит от T, да. Вот, ну, по идее, надо писать вот так вот, xα, t, а я буду писать, чтобы совсем вот к этим вот обозначениям приблизиться, я это буду писать так, uα, t, да. То есть вот наши функции, вот эти вот координаты, я буду, ну, как по-моему, обозначать, u, 1, 2, 3. Вот. Ну, дальше, значит, никогда не надо лениться, надо всегда, как бы, явно прописывать глобальные и локальные преобразования, то есть, что в результате ищется с указанием, ну, зависимых, независимых перемен. Вот. Итак, значит, мы ищем глобальные преобразования времени, вот, предполагая, что эти преобразования являются функциями старого времени, а, значит, координат, ну, то есть, это как бы уже, вот это вот истинные независимые переменные, а это уже зависимые переменные, да, но это функции, да, и мы считаем, что мы все-таки, наше глобальное преобразование от зависимых переменных зависит, ну, и от параметра, в общем-то, параметры преобразования А. Дальше мы ищем глобальные преобразования вот этих вот зависимых переменных, вот, ну, а это, в нашем случае, координаты, вот, которые зависят тоже от независимых, от зависимых, старых, ну, и от параметра преобразования А. Вот, то есть, вот, что мы ищем. Значит, чтобы это найти, мы должны найти локальные преобразования, а это, значит, вот такие величины, Тау, которые являются, это все равно, да, при А равно нулю, вот, ну, это по определению. А значит, если мы посмотрим сюда, при А равно нулю, вот эта зависимость пристанется, значит, величина Тау, это будет величина, зависящая от Т и от У Бета. Ну, от четырех перемен, получается, значит, Т и три перемена. Ну, и точно так же мы ищем локальные преобразования у ПАЛИК, которые являются вот этими производными, а, значит, являются функциями тоже тех же самых четырех перемен. Вот, то есть, вот наши исполненные величины. Вот, ну, в общем виде критерийно-вариантности его там написан, вот он у нас написан, а мы его должны переписать для нашего конкретного случая, что это будет такое. Так, значит, значит, вот эта вот величина W альфа, W альфа, как будет выглядеть, у нас есть эта альфа, мы их определили, минус. Ну, дальше всего лишь одна независимая переменная, значит, тут вот суммирования будет. Ну, суммирования не будет, это как бы Xt, да, значит, У альфа, Д, А, Тау, вот во что превратится наша функция, У альфа, Д, Тау. Вот, ну, и сам критерийно-вариантности, вот давайте, значит, в общем виде я его пишу так. У, действующая на наше уравнение У альфа, Тау, Тау, на многообразие У альфа, Тау, Тау, равно 0, ну, где альфа, предоставляет значение 1, 2, 3, да? А превратиться, ну, я говорю, что дифференцировать очень просто, да, превратиться вот в такое выражение, ДТТ от W альфа, то есть вот это вот, это альфа, и у альфа, Тау, при условии, что У альфа, Тау, равно 0, то есть вот во что превращается наш критериевый вариант. То есть программа состоит в следующем. Мы должны вот этот вот критерий, ну, расписать в виде уравнений для функций, это альфа и Тау, используя то, от чего зависит наша функция, то есть правильно взяв вот эти вот полные производные, вот, найти их, ну, и в идеале там восстановить глобальное преобразование, решая соответствующие задачи. Так, ну вот, мы сначала найдем локальное преобразование. Итак, начинаем все засчитать. Значит, вот, я вычисляю, ну, чтобы вычислить второе преобразование, нам сначала первое преобразование. Значит, применяем эту сумму производные, получаем ДТ, это альфа минус У, ДТ, ДТ, это альфа минус У, ДТ, вот, это альфа минус У, ДТ, вот, я, значит, должен дифференцировать ДТ, вот, вот эти преобразования. Ну, тут, понятное дело, вот так не будет с первым слогаевым, проблем нету. Значит, когда я применяю еще раз производную ДТ, вот к этим двум саммножителям, она у меня применяется ко второму, хотя к первому, в таком порядке, будешь. Ну, и к этим двум саммножителям я тоже. ДТ тоже должен применять ДТ. Сначала ко второму, потом к первому. У нас у АТТ и ДТ. Ну, у нас... Третий принцип. Так, ну, разумеется, в какой-то момент надо вспомнить, что мы находимся на многообразии, да? И видно, что, по сути-то, вот это вот пропадет на многообразии. Дальше вот это вот пропадет на многообразии. То есть, вот, не будут ими играть роли. Вот. Значит, ну... Ну, как-то подпиши, помейте там, что равны нулю на многообразии. Вот. Значит, тогда нам нужно посчитать всего лишь вторую производную. Вот уже вот этой функции Тау и это Альфа. Ну, по сути, пока это у нас производит функция. Они зависит от одного и того же набора перемен. То есть, впечатления одинаковые. Вот я для Тау считаю, писать короче. ДТ от Тау, это что такое? Значит, мы должны... Ну, в общем случае, это что такое? ДТ плюс У Альфа, ну, как бы ТС, да? ДУ Альфа С. Ну, правда, здесь у нас вот эти все мультииндексы С, это просто как бы ТТТ, там сколько надо раз. В смысле попроще. Я пользуюсь тем, что у меня, вот моя Тау зависит от Т и от У только, но не от производной. Поэтому, на самом деле, вот здесь вот все заканчивается на С равном нулю. Вот, и получается вот таким. Тау Т, производная Тау по Т, плюс У Альфа Т, Тау... А, у Альфа, да? Ну, я позволю себе индексы так вот сменить. У Бета ТФБ. С индексом, который номерует уравнение, ты не путывайся. С разными, да? Вот. Ну, понятно, да? Это частная производная по Т, это частная производная по У Бета. У Бета. Вот. Второй раз дифференцирую. То есть теперь я ДТТ считаю от Тау. Я должен дифференцировать сначала вот это, ну, а потом вот это произведение. Ну, точно так же. Сначала я это дифференцирую. То есть что это такое? Тау ТТ плюс У Бета Т Тау. Было Т. Бело Бета. Это я вот это только продифференцировал. Теперь это дифференцирую. Плюс У Бета Т. Тау Бета Т. Сначала второй смешки. Здесь делим Тау Бета Т плюс У Гамма Т Тау Бета Гамма. Второй смешки. Ну, первый смешки дифференцировали У Бета Т Тау Бета. Вот. Всё. Теперь можно там немножко привести подобные. А где будут подобные? Ну, вот видно, что вот это вот и вот это вот. слагаемое. Они будут одинаковые. Ну, всего лишь порядком дифференцировали. Потому что не играет роль. Отличается слагаемое. Вот. Ну, и можно увидеть, что снова на многообразии у нас пропадает вот это вот слагаемое. Так вот. Такое просто у нас многообразие, что сразу вот это слагаемое на многообразии пропадет. вот. То есть, тогда давайте я сразу выписываю критерий вариантности на многообразии на многообразии. То есть, что это такое будет у нас на многообразии? Критерий 0. Ну, я, значит, вот это вот вторая производная ДТА. Я вот по этой формуле, конечно, это делаю. Вместо ТАУ это Альфа пишу. ДТА. Ну, и вот сразу удвоенное произведение написано. Итак. Вот. Это Альфа ДТ. Дальше. Плюс 2. Плюс 2. У. Это Альфа ДТ. Это Альфа ДТ. Это Альфа ДТ. Так. Это я на многообразии написал вот это вот. ДТТ это Альфа. И, значит, минус у Альфа ДТ. Плюс у Альфа ДТ. Вот моя скобка. И теперь пишу ДТТ от ТАУ на многообразии. Ольфа ДТ плюс 2. У. Вете. Вете. ТАУ. Т. Вете. Плюс. У. Вете. Т. У. ГАМА. Т. У. Вете. ГАМА. Ну вот, это наш критерий 0, записанный уже на многообразии. Дальше надо выписывать те уравнения, которые нам позволят найти локальные преобразования. То есть это и tau. И, значит, давайте будем выписывать эти уравнения. Так, ну, как напоминаете уравнения выписывались? Мы снова пользуемся тем фактом, что у нас tau есть функция УТ и УБТА. И это альфа, здесь функция УТ и УБТА. То есть они зависят только от этих перемен. А в нашем уравнении присутствуют еще производные УТ. От них наши неизвестные функции не зависят. И, значит, мы имеем право приравнивать, ну, поскольку у нас здесь справа стоит 0, мы имеем право приравнивать 0 к комбинации при разных степенях вот этих вот производных. Производных по времени. У нас как бы такое полено по этому производству. Вот, ну, смотрим. Самые старшие производные, ну, во-первых, самые старшие производные первого порядка, но у нас самая такая комбинация большая, это кубическая. Вот, УАЛЬФА Т, УБТТ, УГАММА Т. То есть, ну, я не буду писать там в общем виде все это дело, а сразу как бы, ну, более рационально что-нибудь подойдут. То есть я возьму, конечно, в каждом уравнении, которое нумеруется индексом альфа, вот эту, значит, производную, ну, член соответствующей вот этой вот производной, да? Вот, значит, дальше возьму какую-то комбинацию СИГМА Т, У, РО Т. Ну, то есть СИГМА и РО, это какие-то у меня конкретные номера. Конкретные номера. Хитрость состоит в чем? В том, что здесь у нас, об этом нельзя забывать, вот по бета и по гамма идет суммирование. Суммирование. Вот. То есть по умолчанию мы предполагаем, что вот, когда мы об этом не говорим, то предполагается по повторяющимся индексам суммирование. Ну, в данном случае по греческому индексу, конечно. по тегу. Вот. Значит, вот смотрите, то есть бета пробегает значение 1, 2, 3, гамма пробегает значение 1, 2, 3, сигма и РО какие-то номера, ну, грубо говоря, 1, 2. Вот. Вот. Но это встретится нам, вообще говоря, два раза. А, значит, вот один раз в бета, ну, 1, 2 такая комбинация, бета гамма 1, 2, а другой раз гамма бета 1, 2, да? Вот. Правда. Результат, который получится, это будет tau 1, 2 и tau 2, 1. То есть tau 1, 2 плюс tau 2, 1. Вот. То есть у нас фактически это получится так. Вот. Ну, при условии, что мы берем вот это у альфа соответствующее номер уравнения, вот, то у нас получится так. 2 tau сигма РО равно нулю. 2 tau сигма РО, ну, ну, tau сигма РО плюс tau РО сигма будет, да? А это 2 tau сигма РО равно нулю. Вот. Ну, это что означает? Что мы всегда можем, перебирая, значит, уравнения, раз, а, во-вторых, перебирая вот эти вот номера сигма и РО, да, мы можем выписать все равенства вот такого типа, которые показывают, что, вообще говоря, все вторые производные tau по вот этим, ну, греческим, что я имею так сказать, ну, то есть по координатам, все производные tau по координатам, вторые равны нулю, вот что это означает в данном случае. Ну, то есть, ну, вот, когда какое-то посложнее уравнение там, и как здесь уравнение, что-то посложнее, да, то там, конечно, вот этот анализ надо проводить очень так аккуратненько, тщательно и, ну, там очень легко ошибиться. Ну, вот здесь вот более-менее просто, то есть все вторые производные равны нулю. Так, хорошо. Значит, следующее, это у нас квадратичные комбинации. Ну, где они встречаются? Вот здесь они встречаются, и вот здесь они встречаются, да. То есть мы снова выписываем комбинации при u, σ, t, u, ρ, t, ну, давайте уж, еще и скажем, что σ не равно ρ для начала, да, чтобы совсем аккуратненько писать. Что мы тогда получим? Здесь снова у нас идет суммирование об этом, не надо забывать. И, значит, мы получим это α σ ρ плюс это α ρ σ, одно и то же, конечно, то есть это просто складывается, вот, а здесь будет что? минус альфа, он совпадает с одним из σ или ρ, да или нет? Вот, ну, допустим, он совпадет с σ, да? Тогда это будет в случае Δ α σ, который обозначен. Если совпадает, то тогда у нас что останется? 2 τ τ ρ, 2 τ τ ρ минус, ну, а второй случай, это когда, значит, α у нас совпадет с ρ, тогда останется 2 τ τ σ, да, равно 0. Ну, значит, теперь, так, мысленно посмотрим. А в случае σ равно ρ, он чем-то будет отличаться? В случае, когда у нас σ равно ρ, видите, здесь σ и здесь σ, здесь σ σ будет, да? Ну, то есть, вместо двух слагаемых, вот, как здесь появлялось σ ρ и ρ σ, останется одно, σ σ. Вот, но и здесь-то тоже одно получится. Вот α σ, есть только такая возможность, да? да, вот это α ρ, да, нет, да? И, что? τ τ σ, то есть τ τ σ будет. Вот, двойка. Ну, фактически, значит, получится то же самое уравнение. То же самое уравнение. Вот, то есть, вот это уравнение я теперь запишу, учитывая, что вот это одинаковое, я его запишу так. Это α σ ρ равно δ σ σ 2, а нет, двойка, на двойку я сократил. Вот. То есть, я, как бы, объединил, тут двойка появится, и на двойке вот это сократил. Конечно, τ σ σ. Второе уравнение. Значит, вот, у нас первое уравнение, вот, у нас второе уравнение. Ну, на самом деле, это, конечно, не одно уравнение, а сколько... Вот тут этих уравнений? Сколько... Ну, давайте, не считай сразу же этого, 6, да, 6, 6, 6, 6, здесь вот их 6 штук, вот здесь вот сколько по Альфу, 3 штуки, да еще по Сигма, по Ро, тоже 6, 3 умножить на 6, 18, 6 до 18, до 4 уже уравнение по Ро, вот, теперь первая степень, значит, У, Сигма, Т. Вот она, первый раз появляется, да, 2, это Альфа, Т, Сигма, раз, и смотрим, это здесь, здесь, вот она появляется здесь, значит, здесь опять идет минус Дельта Альфа Сигма, Дельта Альфа Сигма, Тау ДТ, равно 0, вот, значит, вот еще одно уравнение у нас есть, ну, точнее, это слово, по Альфу у нас 3 уравнения, и по Сигма, 3, 6 получается, 3, 6 получается, как 6, для каждого Альфа по Сигма 3 раз, 9, 9, получается, так, было 24, еще 9, 33, Вот, и, значит, при единичке, последнее, при единичке, это Альфа, Т, Т, равно 0, это еще 3 уравнения, 36 уравнение, вот такая система, вот такая система, выписан, 36 уравнение, ну, давайте по-честному выпишем, ну, что должно быть, начнем, по-честному, да, давайте по-честному, да, по-честному, да, давайте по-честному, да, по-честному, это, значит, надо взять и 3 номера каких-то написать, ну, допустим, так, У, Эпсилон, Т, У, Сигма, Т, У, РО, Т, вот, Эпсилон, Сигма, РО, какие-то числа, 1, 2, 3, значит, вообще, сколько тут комбинаций есть, 3 на 3 на 3, 27, 27, ну, возможностей, вот, ну, из них, правда, там, разных гораздо меньше, да, потому что, если два индекса, там, совпадает, или отличаются эти тройки, там, перестановка, ну, в общем, можно посчитать, сколько этих реальных комбинаций, вот, значит, как мы должны были бы это выписывать, вот, по-честному, это вот так вот, ну, давайте, знак минус, я все-таки позволю себе написать, вот, а по-честному, это так, вот, я должен писать, хорошо, вот этот альфа совпадает с Эпсилон, да, если альфа совпадает с Эпсилон у меня, вот, то у меня тогда есть, ну, дальше уже вот эти вот Сигма Ро, они же, получается, из суммировок, да, вот, то у меня получится, там, два Тау Сигма Ро, да, а, ну, значит, есть у меня возможность, чтобы, вот, так, альфа, вот, вот это вот альфа, Сигма, оно может совпадать теперь не с Эпсилон, а с Сигма, да, но я должен точно так же писать, это альфа Сигма, вот, два Тау, значит, два Тау, Эпсилон Ро, правильно? Ну, если альфа совпадет Сигма, то Бета и Гамма, они принимают значение тогда Эпсилон Ро, ну, и Ро Эпсилон Ро, ну, и Ро Эпсилон Ро, ну, и Плюс Дельта Альфа Ро, два Тау, ну, Эпсилон Сигма, ну, вот, теперь уж точно мы все написали, ничего не допустили, вот, ну, а дальше-то что? Это огромное количество уравнений, там вот какое-то, да, а дальше мы должны аккуратненько анализировать, ну, хорошо, вот, конкретные совершенно брать случаи, допустим, пусть у нас альфа равно один, да, то есть мы берем конкретное совершенно уравнение, первое, вот, в нем, в нем что мы получаем? Ну, допустим, вот такую комбинацию смотрим, У2ТУ3Т, вот, такую комбинацию смотрим, есть она в первом уравнении? Ну, да, есть, вот, что она нам даст? Вот, согласно вот этим вот случаем, то есть вот этому нашему общему, что ли, случаем, значит, альфа равно один. Значит, у нас что получится? А, ну, все равно, все равно надо писать, да, значит, вот такую тогда, один, два, три, вот такую я, что ли, комбинацию беру? В первом уравнении вот такую комбинацию беру, и тогда я попадаю вот сюда, вот, альфа равно один, вот они у меня совпадают, вот, и тогда я имею комбинацию такую, вот, два, Т1, два, вот, вот, это у меня не выполняется, потому что альфа равно один, ну, а сигма равно, скажем, два, или альфа равно один, а сигма равно три, или, там, ро равно три, вот этого ничего нет. Вот, но это я, смотрите, как, замечу, что это я взял первое уравнение и две другие переменные. Почему один, два-три написал? Неправильно написал, два, три, два, три. Первое уравнение, но другие переменные. Я же могу брать и второе уравнение, и третье уравнение, да, и получать, соответственно, вот такие, вот такие вот уравнения, там, два равно нулю. Ну, значит, смотрим, если у меня разные переменные, то вторые производные по ним, ну, да, равны. Вот, теперь, если у меня одинаковые переменные, ну, я снова беру, скажем, первое уравнение, альфа равно один, и вот такую комбинацию, у один, Т, у два, Т, у три, у два, Т, у два, Т. Ну, если вот, значит, сократить, тогда все будет правильно, вот, то есть, есть у меня такая комбинация здесь в первом уравнении, да, и это будет снова у меня, вот что такое, Тау, два, два, равно, ну, в первом уравнении. И точно так же я могу взять и второе, и третье уравнение, да, ну, то есть, все вторые производные равны нулю. То есть, это на самом деле, вот то, что написано здесь, практически, я, как бы, так, не очень аккуратно, просто, я бы спросил. Так, ладно. Значит, теперь давайте решать эти уравнения. Вот, вот, попытаемся их решить. Ну, что ж, пользуясь, конечно, вот первым уравнением, мы что можем записать? Что раз вторые производные по координатам 0, по функции Тау, то это линейная функция по координатам, да? То есть, из первого уравнения будет следовать, что Тау, которая зависит от у нас, от Т и от У, ну, У там, три штуки у нас, это вот что такое, это вот что такое, это некоторая функция А, которая зависит только от Т, плюс В альфа на Т умножить на У альфа. То есть, вот в этой функции все вторые производные. Значит, тогда вот это наше второе уравнение мы перепишем с использованием вот этой информации о функции Тау. Значит, этап альфа сигма ро равно дельта альфа сигма Тау Т ро плюс дельта альфа ро Тау Т сигма равно дельта альфа сигма. Ну и когда мы берем по ро, у нас функция пропадает, остается только b ро, а производную по времени не берем, вот что остается, b ро с точкой дельта альфа ро с точкой сигма. Ну что ж, мы видим, что вторая производная по координатам у нас от координат не зависит, являются константы. И в принципе, значит, мы можем восстановить эту функцию, но опять же с точки зрения каких-то произвольных функций. То есть мы теперь можем сказать, что это у нас будет, это альфа, она будет содержать линейную часть по координатам плюс квадратичную часть по координатам такую, чтобы ее производность хватает с этим выражением. То есть это квадратичная по координатам функции. То есть это альфа, которая зависит у нас от t и от u. Это вот что такое. Некоторая а большое альфа, которая зависит от t, плюс b большое альфа в бета, которая зависит от t в бета. Вот она, линейная часть. А дальше я должен написать квадратичную часть, производная которой совпадает с вот этой комбинацией. Ну, я ее и пишу. Это будет одна вторая. Потом я пишу эту комбинацию. Дельта альфа сигма b с точкой ρt плюс Дельта альфа ρ b с точкой σt u σ u ρ Ну, вот, написал. А, разумеется, как бы, здесь вот это суммирование надо свернуть. Да? Вот. Ну, давайте, значит, я продолжаю писать. a в альфа в бета плюс b в бета плюс Ну, смотрим, что получится. Вот, когда мы будем сворачивать. Значит, u альфа сигма, вот, при сворачивании с дельта сигма, то есть, дельта альфа сигма на u сигма, да, при сверке даст u альфа просто. А здесь будет у нас b с точкой ρ на u ρ. Ну, это, как бы, такое скалерное произведение, да, сверточка. Вот. А здесь наоборот. u альфа ρ, дельта альфа ρ, u ρ, u альфа даст, и снова b сигма u сигма. То есть, два одинаковых слагаемых будет, но тут одна вторая. Значит, как оно будет выглядеть, это слагаемое? Вот так вот. b с точкой, значит, ну, давайте так вот, бета от t, u бета, u альфа. Ну, по бета идет суммирование, а альфа это индекс. Ну, вот, то есть, видите, как получилось, мы от tau и eta перешли к новым функциям, а большое, то есть, а маленькое, b маленькое, а большое, b большое, ну, правда, эти функции много, да, но через них выражаются все эти, наши локальные преобразования. Сколько неизвестных величин, ну, пока, у нас смотрим, раз, еще три, еще три, уже семь, альфа, бета, любые комбинации, еще девять, двадцать шесть, двадцать шесть, осталось неизвестных функций, из одного уравнения, двадцать шесть. То есть, вместо исходных четырех, ну, двадцать шесть еще. Дальше, это мы воспользовались только вторым уравнением. Теперь надо смотреть, что нам даст третье уравнение. Вот это вот. Значит, мы можем подставить, ну, давайте я вот запишу, вот это равно два альфа тсигма равно дельта альфа сигма, там тт. это, к чему она приведет. Значит, подставляем то, что мы знаем про нашу функцию, это, значит, когда дифференцируем по пространственным переменам, да, то есть по u, a, так, стоп-стоп-стоп, я тут потерял, альфа, бета, у бета, свертка такая. Так, значит, по u, сигма я дифференцирую, а пропадает, а большое тут пропадает, здесь у меня остается b2, b альфа, сигма, b альфа, сигма, и я дифференцирую по времени, значит, с точкой. Дальше, вот здесь вот, если я по сигмам буду дифференцировать, ну, у меня что появится? Вот сначала я вот это вот по сигму дифференцирую, это значит будет... так, значит, по сигма я сначала u альфа дифференцирую, это будет плюс дельта альфа сигма, да, b с точкой b от t, u, b, и еще раз я дифференцирую по времени, значит, b с двумя точками, так? Так, плюс, плюс, плюс b, ну, снова двумя точками, но теперь уже сигма, b, сигма, t, значит, u бета ушло, а вот u альфа остался, а потом альфа остался. Так, равно дельта альфа сигма, а теперь вместо tau я подставляю вот это вот выражение, а это у меня получается а, у меня точка d, плюс, b, у меня точка нет, альфа, а тут альфа плохо писать, вот я тут напишу бета, бета, u бета, ну вот, вот такое уравнение. Это у нас в третьем слагаемое, у дельта альфа сигма, где где? В третьем слагаемое. Вот здесь вот? Да. Ну, как вот? Нет, здесь, вот как это получилось, я по сигма, вот когда я получал вот это слагаемое, да, я по сигма, по u сигма, я дифференцировал u альфа. Альфа это номер уравнения, зависит от того, как бы альфа и сигма они совпадают или нет, правда? А в следующий раз я уже дифференцировал, видите, у меня у альфа это уже не трогает, а я вот это вот u бета дифференцирую по сигма, а оно свертит. То есть тут сумма на самом деле, она обязательно есть. Вот, поэтому останется какое? Вот это b7. Вот оно. Ну вот, снова, конечно, пользуемся тем, что вот эти функции a, b, ну, большие, маленькие, они зависят только от t, от u не зависят и снова имеем право приравнивать при одинаковых, что ли, степенях, мы уже теперь при u разных. Так, есть ли у нас тут подобные? Ну вот, есть, но они, к сожалению, не сокращаются, да? Вот здесь вот у нас двойка. Вот это вот дельта альфа сигма, здесь дельта альфа сигма с двумя точками у бета, и здесь вот, похоже, но не сокращаются, да? Вот. Ну, конечно, считаются, но не сокращаются. Так, значит, тогда при, что ли, одинаковых степенях, ну, если мы берем какую-то функцию u с каким индексом? Вот, опять же, u сигма конкретно берем, да? Вот в этом уравнении, значит, здесь нету этого слагаемого, а вот здесь у меня… так, стоп, нет, нет, ну, у сигма, у сигма-то есть, надо брать этот же индекс. У… ну, давайте, u гамма, у гамма точно нету индексу такого, да? Значит, у меня остается следующее. Ну, вот все-таки я вот что-то здесь у меня какие-нибудь подробные, подробные, тогда вот этой двойки не будет, да? Ну, будет вот эта вот дельта альфа сигма, дельта альфа сигма с двумя точками, которая в этой свертке обязательно номер гамма встретится. Да? Поэтому вот он и будет здесь. Вот, первый стоп. А здесь у меня останется еще вот такое слагаемое 2, 2, b с двумя точками, сигма-т. И все зависит от того, вот эта вот гамма, оно совпадает с этим альфа или нет? Значит, дельта альфа гамма. Так, ну, здесь у меня нет ничего пропорционального. Так, ну, вот, значит, получается, что мы имеем теперь право выбрать гамма совпадающая с альфа, допустим, там совпадающая или не совпадающая с сигма. Но есть у нас возможность это сделать, да? Вот. А в результате-то это нам что дает? Что на самом деле вот эти вот b с двумя точками гамма, ну, при разных выборах, равны нулю. То есть все наши вот эти вот функции b, гамма, t, они все линейны по времени, да? Вот. И тогда мы, короче, запишем так это решение, что b гамма t равно, ну, вот я позволю себе так написать, b гамма, вот b гамма t и b гамма это разные вещи. Там я указываю, а тут это константы. Плюс, ну, c, назову эту величину, c гамма t, b, c гамма t. c это тоже какая-то константа. Вот. Тем самым функция b, которая вот здесь вот в тау, полностью определена. Вот. Дальше. У меня в этом уравнении есть еще слагаемое, которое пропорционально единичке. Вот. Это я взял гамма, а теперь я беру единичку. И это вот что такое будет. 2b с точкой ασ от t равно. Так, это здесь. Дельта, альфа, сигма. А с двумя точками от t. А, с двумя точками, от Т. Так. Вот. Так, ну вот, вот это мы ставим. Так, вот это мы ставим, и вот это у нас ставим. Значит, тогда вот это мы ставим. Так, вот это мы ставим. Вот это вот у нас это. Альфа. Равно. Вот это можно будет стереть. Так, Тау. Вот Тау пока оставим. Так, вот я попробую сейчас стереть. Иначе не потеряв. Так, вот это у меня всё сработало уже, правильно? Ну, поделать так, потому что всё стереть. Так, ладно. Ну что ж, вот смотрим на это уравнение. Что-то можно отсюда извлечь? Ну, в принципе, немножко можно. Ну, немножко можно. То есть вот, если альфа не равно сигма, если альфа не равно сигма, здесь же ноль будет. И, значит, производная вот таких вот недиагональных, как бы, членов ноль. То есть, В с точкой альфа сигма от Т равно нулю при альфа отличном от сигма. То есть это константы. Это константы. То есть мы имеем, что в этом случае В альфа сигма от Т равно В альфа сигма при альфа отличном от сигма. Хорошо. И теперь нам надо воспользоваться ещё последним уравнением. Так, сейчас, секунду. Ну ладно, то есть ещё один ход я почему-то пропустил, но, как мне кажется. То есть есть ещё один ход, который тоже напрашивается. Вот я вам просто про него скажу. Потом, если надо, не воспользуемся. Даст он что-то или нет. Посмотрим. Вот, если посмотреть на вот это уравнение и на вот это уравнение, да? То видно, что здесь вот сигма-ру можно по Т продифференцировать. Да? А здесь, наоборот, Т сигма можно по Р продифференцировать. Видите? Вот ещё один ход такой. Как бы дифференциальное следствие получить этих двух уравнений. Ну, по-моему, мы получим те же результаты. Вот так вот. Ну да, а нет. Подождите. Мы B выяснили. А, это нам даст функцию B, конечно же. А мы её и так уже получили. Тогда получается, что мы ничего нового отсюда не получим. Ну ладно, будем иметь в виду вот это следствие дифференциальное. Если что, тоже, значит, получим. Так, значит, последнее, наконец, вот это уравнение у αТТ равно 0. То есть это αТТ равно 0. Вот эти вот три уравнения. Значит, дифференцируем наше вот это вот выражение. Получаем. 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 А с точкой αТ плюс. Ну, пока я пишу вот так вот. Все-таки. B с точкой αβТФУβ. Сейчас разберёмся сейчас, если не делать. И плюс B с двумя точками. ВТТУβα. Так, прошу прощения. ТТ здесь. Здесь B с двумя точками тоже. А здесь... А здесь ещё с тремя, что ли, точками получается. Я же два раза дифференцирую. Равно 0. Ага. Ну вот. Видно, что вот это уж точно равно 0. Да? Дальше. B. Альфа-бета с двумя точками. А есть у нас и... И вот... Ну, опять, расцепляем, короче говоря, вот это уравнение по степеням U. Потому что А и B не зависят у нас от этого. Вот это выполняется у нас тождественно ещё раз. И ничего. Вот. Теперь при U, скажем, β, вот это у нас есть уравнение B с двумя точками. Альфа-бета-т равно 0. Обязательно, да? Вот. Ну, для альфа не равного бета это выполняется тождественно, как вы знаете. да? Вот. А для, значит, альфа-равного бета у нас есть ещё вот такое уравнение. Вот тут мы, значит, имеем возможность что-то вытащить. То есть здесь мы получаем, что B альфа-бета от Т равно ну, какое-то B альфа-бета, значит, не зависят Т плюс, ну, какое-то G, скажем, альфа-бета умножить на Т. Вот. Но, как мы знаем, на самом деле при альфа не равном бета, альфа-бета, вот, там, G альфа-бета равно, ну, на самом деле, какое-то G альфа умножить на дельта альфа-бета, да? То есть у нас при альфа не равном бета, нету. А, ну, тут плохо, что тут суммировали. Ну, понятно, о чём речь. Да, вот, на самом деле, вот эта вот величина отлична от нуля только при альфа-бета, потому что при альфа не равном бета у нас зависимости от Т нет, вот, должна быть константа. Значит, это мы отсюда выяснили, но вот у нас есть ещё связь какая. Значит, если мы теперь вот этот наш вид этой функции, В большой, поставим в это уравнение, мы получим следующее. 2, ну, фактически, G альфа-бета, опять же, я держу умнее эту штуку, альфа-бета умножить на а с двумя точками от Т. Вот. А теперь смотрите, ну, во-первых, равно 0 при альфа не равном бета, а во-вторых, при альфа равном бета, вот, правая эта часть у нас от альфа не зависит, значит, все вот эти вот константы при альфа равном бета, они и те же. Правильно. Вот. То есть, отсюда у нас следует, что вот эти вот G альфа-бета в результате, это просто какое-то G умножить на дельта альфа-бета. Раз. Первое. И второе. Когда это так, то у нас А с двумя точками от Т равно 2G. А с двумя точками от Т равно 2G. А это значит, что мы определяем функцию А. АТ равно А плюс ДТ плюс GТ в квадрате. А плюс ДТ, ну, Д какая-то константа, плюс GТ в квадрате. То есть, мы полностью определили функцию А. подбираем, значит, собираем. А известно, маленькое. Б полностью известно тоже. Ну, то есть, это правильно. Теперь. Значит, В большое у нас теперь тоже полностью известно. Давайте я вот здесь вот вам напишу. В большое у нас, ну, что такое, В альфа-бета Т равно В альфа-бета, произвольной постоянной величины, плюс G дельта альфа-бета Т. А, В, то есть, В большое известно, осталось А альфа-бета Т. Но оно находится опять вот из этого уравнения при единице. Выписываем слагаемое при единице. При единице. И вот, что это такое. А с двумя точками равно нулю. А это значит, что это линейные функции. Вот. То есть, А альфа-бета Т. Это есть А альфа-бета Т. А альфа, простите, константы. Плюс. Так. Ну, какие буквы были? В, С, Д было, Е, Ф, Ж было. Так, осталось записать ответ. То есть, мы всё, что надо нашли, осталось аккуратненько записать ответ. Итак. Тау. Тау зависит у нас от Т и от У. Равно. Значит, я должен записать А маленькая Т. А вот оно. Напишу. А плюс ДТ плюс ЖД квадрат плюс. Потом Б альфа от Т умножить на У альфа. Вот оно у нас. Плюс Б альфа плюс С альфа Т плюс альфа. Всё. Вроде бы всё. Да? Теперь локальное преобразование. Это альфа, который здесь тоже. Т умножить. А альфа Т. А альфа плюс. Ф альфа Т плюс. Б альфа бета У бета. Значит, пишу сначала постоянный член. Б альфа бета У бета. Дело в том, что следующий член будет здесь. Дельта альфа бета. Это будет значить ЖТ на У альфа. Правильно? Плюс ЖТ плюс У альфа. ЖТ на У альфа. И это и вот это. Вот теперь аккуратненько надо написать ещё вот это вот. Так, подождите. А здесь что останется? А здесь С останется просто. Это ведь без точка в ней, да? Да. Останется только С. Правильно? То есть С бета У бета У альфа. Ну вот, всё. То есть мы получили систему, то есть симметрию, значит, вот этих вот уравнений Ньютон, которые описывают, свободное, то есть инерциальное движение, движение по инерции. А посмотрим, что это за симметрия. То есть мы теперь должны понять, в чём сатата окружающей Альфа. То есть мы получили именно все симметрии, которые знаем. Так, а значит, ну есть параметры, которые входят только в одно из преобразований. Это будут у нас преобразования, ну, соответственно, либо времени, либо координат. А есть параметры, которые входят и туда, и туда. Это, значит, будут преобразования, которые у нас связывают координаты и время. Ну, давайте, смотри. Вот параметр А маленькое. Здесь есть, здесь нет. Значит, это параметр касается, значит, только времени. Вот. Параметр Д здесь есть, здесь нет. Тоже касается только времени. Параметр Ж. О, интересно. Он есть и здесь, и здесь. Параметр В маленькое, он есть только у нас здесь во времени. А параметр С, он снова есть и здесь, и здесь. Да? Ну, точно так же здесь. У нас есть А, который касается только координат. Ф, который касается только координат. Ну, правда, преобразование содержит время. Да, что интересно? Вот. Ну, тут тоже что-то похожее есть. Тут есть параметр В, который касается преобразования времени, но... будет пропорциональных координат. Вот. Дальше есть В альфа бета. Это сколько параметров? Ну, на самом деле, 9. Вот. 9 параметров. 9. А, но все это касается только координат. Правда, пропорциональных координат. И, что еще? А, ну, С и Ж мы обсудили уже, да? Вот. Ну, после того, как найдены вот эти преобразования, давайте, что ли, какие-то обозначения введем, ну, более стандартные. Я сейчас, как бы, такие канонические обозначения введу. Вот. Можно сделать, можно сделать, чтобы он такой интегрировал, и каждая основная константка. Ну, еще одна нотика, какие из них работают. Ну, вообще, мне кажется, можно что-то делать. Можно взять ровно. Можно, если попытаться это... Ну, давайте сделаем это в векторном виде, запишем. Так. Значит, снова вспоминаем, что у альфа – это, на самом деле, компоненты вектора r, да? Вот. Тогда tau, которая зависит от t от r, это вот что такое. у нас есть константа а, да? Дальше у нас есть… Я буду подчеркивать, что я написал. Вот эта константа. Потом у нас есть такой вот этот вектор b. Это скалярное произведение у нас, да? Скалярное произведение какого-то вектора на r. Вот. Этот вектор я обозначу альфа. Плюс альфа. Плюс альфа. Плюс альфа, да? Так, b. Выписал. Дальше идет у меня вот это d на t, где его я пишу. В таком виде. Трефер следующее. b на t. Написал. Дальше у меня идет… c, r, t. Ну вот это скалярное произведение, но пропорциональное t. Здесь у меня вот это означено так. Вектор d, f, t. И, наконец, последний член. Вот этот вот. Это у меня гамма. Гамма t квадрат. Вот. Дальше. Значит, я начинаю выписывать вот эти вот локальные преобразования. это тоже вектор. Вектор. Ну, давайте для наглядности я векторы буду писать. так. Так. У меня есть вектор. Вот он. Это просто вектор. Обозначен он а маленькая. так. Так. Дальше. У меня есть вот эта вот штука. Значит, итак, здесь у меня 9, вот вообще эта матрица из 9 компонентов, ну, такая матрица, 3 на 3. Вот. Как любую матрицу, ее можно разбить на симметричную и антисимметричную. Ну, то есть, вот берете любую произвольную матрицу, берете и ее же транспонируете, вы имеете право образовать такую комбинацию. Матрица плюс транспонированная пополам, плюс разность матрица минус транспонированная пополам, да? Это тоже действительно. Так вот, комбинация, связанная с разностью матрицы и транспонированной матрицы, это антисимметричная матрица, правильно? То есть, при матрице минус транспонированная, если вы вот эту комбинацию транспонируете, да, то она меняет свой знак. Ну, давайте я, может, отдельно напишу. Вот эту вот Bαβ мы всегда можем записать как 1,2 Bαβ плюс транспонированная Bβα плюс 1,2 Bαβ минус Bβα. Имею право так вот записать всегда. Вот это вот симметричная, а вот это вот антисимметричная. Антисимметричная матрица. Ну, а любая антисимметричная матрица, да, она у себя содержит отличных от нуля только 3 компонента, да? А вот эта вот симметричная матрица, она содержит 6 отличных от нуля компонентов. Ну, на диагонали и вне диагонали, правильно? А, значит, симметричная матрица, у нее на диагонали нуля обязательно стоят, обязательно. Вот. А дальше вы, если задали 3 в верхнем углу, да, то в нижнем углу определены, потому что она антисимметрична. Да? Ну, и вот эту антисимметричную часть, если вы, тем более, теперь пишите такое произведение антисимметричной матрицы на вектор, ее можно записать как векторное произведение всегда, да? То есть вместо вот этих трех компонентов симметричной матрицы ввести компоненты вектора, ну, который показывает вам ось вращения, и записать это как векторное произведение. Вот. То есть, давайте я это запишу. bαβ на Oβ я перепишу в виде. Вот симметричная часть, это у меня будет A, такая симметричная матрица на R, плюс... А антисимметричная часть, это будет ω, вектор, на R. Вот. Я вот так вот перепишу это. То есть вместо антисимметричной матрицы я беру три компонента вот этого. Ну, если вы явно распишите вот то, что тут получается, это вы получите как бы свертку с антисимметричной матрицей, да? Можно вот так вот и все. Значит, я дальше пишу плюс вот такая вот А симметричная R, плюс ω R. Это я вот это составляем и написал. Ну, все остальные. Так, все остальные. Ну, вот это у меня уже было, да? Вот этому С, смотрим. Здесь у меня стоит D, соответственно, да? Что тут у меня стоит? У меня стоит вот скалярное произведение D на R, и это скалярное произведение умножается на самое второе. Значит, плюс D, R, R. Так, вот это, значит, я тоже выписал. И еще два слагаемых. Вот это слагаемое. Вот это слагаемое. Вместо F я напишу Сигма вектор. Сигма T. Сигма T. И, наконец, вот это слагаемое. А это слагаемое, вот оно. Вместо G гамма. Гамма TR. Плюс G гамма T. Ну вот. Таких более-менее ганонических назначений. Вот они. Значит, наши преобразования. Локальные преобразования. Значит, ну, я глобальные сейчас не буду получать, так кратко откомментирую. Вы, если интересно, дома проведете. Ну, на самом деле, мы там, когда услышали предыдущую часть, там получали часть этих преобразований, по крайней мере. Вот. Итак, Tau. Вот это преобразование, связанное с параметром Tau. Это просто сдвиг начало отчета времени. А вот связанное с преобразованием A, то есть с вектором A, вот, преобразование глобальное, это просто сдвиг начало отчета координат. Ну, значит, мы имеем здесь что? Однородность времени. Сдвиг начало отчета времени. И однородность пространства. Сдвиг начало отчета времени. Вот, то есть, известно, такая симметрия. Дальше. Вот это, связанная с омега-симметрией, это изотропность. То есть, это относительно вращений. Глобальное преобразование — это просто вращение пространства. Но все остальные преобразования — это уже... Ну, вот эти вот сдвиги, то есть однородность пространства, в однородность времени и задрохнуть времени, это такие пространственные симметрии. Дальше. Есть у нас преобразование координат, связанное с вот этим вектором сигма. Это на самом деле переход в движущуюся систему отчета. Это такое галилеевское преобразование, то есть связанное с тем, что если вы перейдете в движущуюся систему отчета, у вас добавится к скорости движения, добавится скорость движения системы отчета. Вот она, скорость движения системы отчета на самом деле. То есть все это вместе, а, таун, омега, сигма, это галилеевская группа, группа галилеев. Вот она полностью конечно содержится. Есть преобразование бета. Вот это вот бета. Это просто изменение масштаба времени. Изменение масштаба по времени. То есть в секундах или в минутах изменяете. Нет. Вот. А связан, вот здесь вот, на самом деле, в симметричной части, это тоже масштабные преобразования, они присутствуют. Вот те, которые стоят на диагонали, это просто тоже изменение масштаба. Вот. То есть, ну, причем видно, что время, там, координаты независимо. Вот эта цепь независимо меняется. Ну, а вот так, вот это вот с альфа связанной с с альфа. То есть, все остальные симметрии, они такие уже менее традиционные, как бы, с ними тоже, ну, преобразования-то можно найти, да, но про них реже говорят. То есть, альфа. Так, что у нас осталось? Альфа, Д и гамма. Ну, вот, связанная с гамма симметрия, это, ну, такие своеобразные, как бы, там формные преобразования, вот, которые, ну, как сказать, они применяются, могут применяться только локально. То есть, вид этих преобразований нам показывает, что, на самом деле, только в малой окрестности параметра преобразования гамма, у нас преобразование не имеет особенностей, но при каком-то значении этого параметра гамма появляются особенности, расходимость преобразования, да, то есть, они такие, как бы, вот, что-то такой характер имеет. То же самое вот это вот преобразование D, связанное вот здесь вот, видите, РТ, а здесь РР. Тоже другой тип формного преобразования. Ну, и альфа. Ну, ладно, давайте вот на этом закончим сегодня. Вы посмотрите тогда дома вот эти вот глобальные преобразования альфа, Д и гамма, да. Ну, и я тоже в следующий раз выпишу их, просто, ну, обсудим еще раз. То есть, это уже не галилеевские симметрии. Они присутствуют, получается. Ну, вот представьте себе, с галилеевскими симметриями, ну, в частности, вот с этим преобразованием сигма, да, вот, ну, связана целая, там, такая физика классическая, вот, альфа R. А, да, вот с альфа того что? Видите, как, если альфа и сигма связать, альфа и сигма связать, мы получим Лоренцевскую группу на самом деле. Вот, альфа и сигма, они тут развязаны, да. Но, если сказать, что альфа, там, равно сигма умножить на что-то, там, на какую-то константу, ну, скорость света, на самом деле, там, в квадрате, по-моему, то мы получим Лоренцевскую группу. Ну, в уравнениях Ньютона, как бы, никто не сказал, что они связаны. Это, как бы, разные, как бы, преобразования. А вот, скажем, в каком-нибудь волновом уравнении, если вы посмотрите, то там они уже оказываются связаны. И там группа вот эта вот, Лоренц, как появляется, да. Вот, да так, это же, видите, как, ну, целая такая, новая физика появляется. Вот, если мы точно так же попытаемся что-то сделать вот среди преобразований МНД и гаммы, да, как-то, там тоже может какая-то новая физика. То есть тут есть масса возможностей для того, чтобы, ну, на самом деле, писать какую-то новую физику совсем. Вот, но мы вот этими преобразованиями будем, ну, то есть попытаемся написать вот эти вот калибровочные поля, которые соответствуют вот преобразованиям уравнений Ньютона, да, и посмотрим, что это за, значит, такие поля, вот, как они люди, по крайней мере. Так, ну, ладно. А вот уравнения, которые к кривизну пространства всякую, это же не с потолка берутся, и, наверное, какие-то с таких же, и в таких же соображениях, конечно. Вот, скажем так, подход, ну, о котором я рассказываю, он, в принципе, и, ну, является как бы подходом, который должен приводить вот этим поражением кривизны. Вот. Ну, единственное, что в полном объеме я как бы не проделаю это, я кусочек как-то только проделаю. То есть там некоторое упрощение в виду, которое, конечно, не позволит выписать систему общей теории относительности. Ну, а в принципе, как бы, потом, если угодно, там, могу дать работу просто, где это все проделано. Ну, такая толстая, такая, там, в общем, на лекциях там. А каких-то запрограммированных алгоритмов поиска вот симметрии не существует? Нет, ну, симметрии в каком смысле? Вот нахождение локального преобразования, ну, вы же видите, что это очень алгоритмично. Конечно же, вот на всяких там вот этих языках, там, типа математики и так далее, написаны все эти алгоритмы. Ну, там, особенно это активно делается для уравнения гидродинамики. Да, вот в Новосибирске там есть целая школа, которая этим занимается. Потом, ну, на самом деле, в других местах и, конечно же, вот эти... Ну, короче говоря, мне там какой-то математик рассказывал, что это что там? Как-то люди там давно докторские защитили уже поэтому. Ну, вот именно по написанию вот этих алгоритмов, которые позволяют вам вычислять локальные симметрии. Ну, с глобальными-то симметриями, вроде, как бы, если локальные симметрии известны, так просто решай задачу Каши соответствующую. Ну, решение задачи Каши — это, ну, как интегрирование, это всегда такая мини-алгоритмизированная, что ли, область. Дифференцировать — это алгоритмически легко, и тут мы, как бы, фактически дифференцируем. Вот, а интегрировать — это посложнее. Нет, проблема же не в этом. То есть симметрии — локальные, глобальные, можно найти. Что с ними делать? Вот в чем вопрос. А тут, как бы, каким-то алгоритмом не обойдешься. Тут, грубо говоря, надо вкладывать физический смысл, и на всех этапах потом отслеживать этот смысл. К чему это приводит, понимаете? А это такая деятельность, которую не запрограммируешь. Ну, ладно, получили.